Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайв. И у них вышел новый, опять же, короткий видеоролик. Мы в Харьковском метро ехали в ТЦ, но тревога. Значит, в начале видеоролика Аня гуляет с Моникой. Я всегда говорила, что самые приятные кадры, это кадры на их канале с собачкой. Ну, я люблю животных, поэтому мне не важно. Котики, собачки, они самые милые. Ну и, значит, она показала, что выпал снег довольно-таки и совсем немало, да, что даже засыпал, получается, все дорожки. Дальше из окна она показывает, что посыпали песком, значит, все везде, и никто не упадет. Вот. И получается, три кусочка у них склеены. Сначала с собачкой, потом видео из окошка, и везде всем привет. Это как, что ли, у них? Это не весь день, а каждый день по-новому, или как? Или они, когда снимают эти кусочки, здороваются? Ну, тоже хорошо. Лишний раз поздороваться со зрителями, это уже похвально. Ну, а дальше, да, они поздоровались опять, и, значит, едут они в поисках, я понимаю, магазина с патриотической одеждой, то есть на патриотическую тематику. И приехали они в другой район, на другую улицу, где снега совсем нет. Просто сухие дороги, нигде и близко даже нет и снежинки. Ну, и они едут в торговый центр, но они боятся, что сейчас тревоги. Получается, что они в момент тревоги едут, и в торговый центр их могут не запустить, и якобы они там могут простоять очень-очень долго, и это ни к чему. Дальше Аня рассказывает, что ночь прошла спокойно, тихо, и, значит, знаете, вот я задумалась, да, вот они всё говорят, да, тревоги, там неспокойно, там неспокойно, но они всё же продолжают оставаться в Украине и не возвращаются в Германию. Вот как так? Ведь всё же они находятся там под защитой Германии, но, тем не менее, они сидят дома у себя в Украине. Как такое, скажите, возможно? Я понимаю, что это не нарушение закона. Ну, слушайте, так каждый может поехать зарегистрироваться в Германии, а потом приезжать в Украину и жить сколько угодно в Украине, потом снова вернуться в Германию и так далее. Ну, и дальше они уже ходят, бродят, я понимаю, в каком-то небольшом магазине, то ли это, знаете, просто как прилавки с одеждой на патриотическую тематику, и я вижу, что там много и футболок, и шапок, и кепок, но я не знаю, что их там не устроило, что им там не понравилось, и почему они ничего не выбрали себе, и, насколько я понимаю, они решили двинуть дальше в поисках другого магазина. Ну, и дальше они уже спустились в метро, показывают, что всё чистенько, всё аккуратненько, поезд уехал, и нужно подождать, и этот запах метро, кто знает, тот знает. Я понимаю, что Насте болит нога, но Аня её почему-то тащит всё-таки в этот Никольский, а ей не хочется, потому что, ну, наверное, действительно ей болит нога, и когда там какая-то травма или что-то происходит, здесь нужно просто покой некоторое время, и не напрягать ногу, и не нужно ходить столько много. Ну, знаете, значит, это такие дружеские отношения, что нет поддержки. Ну и дальше, ребят, слышали? Значит, напасть какая? Настя снова подскользнулась, а дальше заболела уже у Ани нога. Кто-то, говорит, чернороты нас смотрит, и мы, говорит, знаем. Ну, про черноротых я уже говорила, особенно это чувствуется и хорошо слышно на стримах, да, которые они удаляют и скрывают, чтобы никто не смог потом их посмотреть. Вот там-то можно услышать, да, много чего услышать, и сделать свои определённые выводы. Дальше так смешно, Аня снимает в метро и говорит, никто из людей в кадр не попадает, а в отражении просто весь вагон. Сидят там как раз-таки на сиденьях, все люди, все хорошо видно. Ну, собственно, какая разница? Лица там никто не рассматривает, люди не возмущаются, поэтому, ну, то, что они видны все были полностью, это да. Ну, и дальше они там подымались из метро, и опять же всё про ногу разговоры, что вот якобы столько много ходит, и надо будет мазь покупать. Вот уже получается, что три дня нога болит, до сих пор мазь не купили. Интересно, она таблетки купила, которые ей врач назначил. И, в общем, одни разговоры ни о чём. Идеоролик, собственно, правда, ребят, ни о чём, потому что, ну, ничего существенного и интересного в нём нет. Ничего не показали. Вот снежок лежит, здесь снега нет, в метро пахнет, людей посторонних не снимаю, болит нога. Я говорю, в пяти словах можно как раз-таки описать всё, что у них происходило за эти 12 минут. Ну, и дальше они зашли в торговый центр, и тут получается тревога, и не успели они зайти, заходили они из метро, и тут же уже на выход. Ну, вот что, что, ребят, они показали интересного? Ну, хотя бы, знаете, если снимают поход в торговый центр, показывать где-то там цены, какие магазины, какие торговые центры, ну, люди показывают. Но если вам не удалось туда попасть, что показывать? Показать метро и говорить про то, то, что нога болит, или то, что вот тут снег есть, а тут снега нет? Ну, я не знаю. Или хотя бы уже и правда показали этот магазинчик-островок с патриотической одеждой. А то так, знаете, две секунды видео, и всё. И, собственно, абсолютно ни о чём. Вот я смотрю, да, у них настолько какие-то пустые видеоролики, они почему-то это называют, что они снимают свою жизнь. Ничего там, собственно, жизненного нет. Абсолютно ничего. Ну, а стримы, да, плодотворные. Стримы плодотворные на словесный понос, на оскорбление. Вот это да. Здесь уже не поспоришь. Да. Видела я эти стримы. Не знаю даже, что и сказать ещё. Я уже всё сказала относительно стримов. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok